Книжная лавка О новинках литературы Всем здравия! Я Баяна И снова я рада приветствовать вас, уважаемые слушатели, в нашей книжной лавке Здесь вновь родившиеся произведения уже ждут своего читателя Давайте знакомиться Издательство «Белые альвы» Январь 2018 Андрей Тюняев Метафизика крови Пятая форма жизни Автор в этой книге приходит к выводу, что группы крови – это самостоятельная форма жизни Пятая после вирусов, бактерий, растений и животных В книге раскрывается тайна поведения факторов групп крови Показывается механизм их формирования и воздействия на организм Демонстрируется независимость факторов групп крови от эволюционных процессов Также прослежена связь групп крови с заболеваниями, в том числе и генной природы Освещены мутационные характеристики групп крови, а также их связь с происхождением человека и всех животных на Земле Эта книга автора культовых книг является попыткой привязать языковые данные к человеческой истории От начала Медного века до гибели Карфагена Не народы создают языки, а язык формирует народы и всю живую природу Он устроен наподобие таблицы Менделеева, то есть из бинарного языкового ядра РА И производных от него языков, пронумерованных и упорядоченных наподобие химических элементов Ядро создают смысловое поле, управляющее живыми объектами через их имена Раскрывая этот механизм, мы раскрываем тайну устройства жизни Издательство «Стигмарион», январь 2018 Долларес Кенман, Хранители В книге «Хранители» Долларес углубляется в исследование мест обитания НЛО И инопланетян с помощью многочисленных новаторских сеансов регрессивного гипноза со своими клиентами Долларес сумела извлечь огромное количество информации о данных сферах, возвращая десятки клиентов Ко времени, когда они сознательно или бессознательно получали опыт контактов с НЛО и инопланетянами Информация, представленная этими существами, стала основой содержания данной книги Записи бесед Долларес представлены в первоначальном, неизмененном виде Откройте для себя реальные причины, по которым происходит так называемое похищение инопланетянами Почему люди ощущают пробелы во времени или сжатие времени Почему в тела некоторых людей внедряют имплантаты и почему происходит наблюдение НЛО Многомерная Вселенная, том 1 Человечество стоит на пороге понимания и принятия факта существования других цивилизаций в нашей Вселенной Первый том книги «Многомерная Вселенная» является своего рода продолжением книги «Хранители» Автор Долларес Кеннон Книга дает подробные разъяснения самых разнообразных тайн Земли Многие из которых сбивают толку ученых и требуют от нас расширения восприятия возможностей выходящих за пределы нынешних парадигм мышления Данная книга предназначена для читателей, которые хотят расширить границы разума с помощью сложных метафизических идей перемежающихся с квантовой физикой Татьяна Макарова, Жигулевские горы, руководство для сталкера Возле городов Самары и Тольятти река Волга петлей огибает Жигулевские горы образуя одну из самых интересных, красивых и в то же время аномальных зон России – Самарскую луку Здесь появляются проходы в какие-то неизвестные миры с допотопными деревушками и с фантастическими городами из прошлого и будущего Здесь люди встречают существ, которых с точки зрения современной науки не существует Здесь можно исчезнуть посреди ровного места или в одно мгновение перенестись в пространстве на несколько километров Одним словом – зона – Самарская аномальная зона В течение четверти века собирались свидетельские показания очевидцев и участников ее загадочных, невероятных, но в то же время абсолютно реальных событий О них и пойдет речь в этой книге Сергей Алферов «Введение в серию» Наступает время осознанности, когда четкое понимание принципов бытия человека и общества становится необходимым, чтобы выстроить всем вместе достойное будущее В России как нигде сконцентрированы поиски такого формулирования, но это происходит пока порознь, как работа отдельных групп в сложном периоде боевых действий Социальные проекты России закладывают основу совместного действия и наступает время возможности соединения отдельных сил И современной основой этого является русское понимание мира, предназначение человека и общих ценностей Мы одна страна, одна нация, одна цивилизация Мы желаем нашим детям одного и того же в главном В этом у нас одна мечта, один путь Авторы книг-проектов, выходящих в серии «Проекты России», с 90-х годов оттачивали как концептуальное, так и практическое представление о пути России и ее будущем В своих книгах в единой серии они и представят описание, причем в формате, дающем возможность провести работу по выработке общего пути Перед вами первая книга-проект из серии «Проекты России» Она начинает серию и своей неординарностью дает надежду и на последующие интересные встречи Устроение державы – это серьезная попытка представить образ нашего будущего от концепции до конкретных путей ее реализации, от социальной метафизики до проекта В книге даны новые подходы к описанию общества, начало иной теории общества, на следующее представление – образ русской цивилизации Автор помогает разобраться, не отбрасывать все, что было до этого, а найти зерна истины, увидеть ошибки, искажения смыслов и определить действительное содержание понятий Преодолеть неопределенность, выбрать путь Пришло время возвращать в реальную жизнь русские принципы власти и управления от ариев и скифов на новом уровне Возвращать основы достоинства человека, его сути и жизненной энергии для созидания радостной и красивой жизни Новинки Международного издательского дома осознания Живахов, Иудейство Булычев, Шумеры, потомки Русов Сенченко, две книги Корпорация Монсанто, генетическая бомба человечества И наемники новой войны Антон Благин Все тайное проявляется Николай Шахмагонов Кремлевцы Жухрай Генералиссимус Отсюковский Васильев Геопатогенные излучения земли Это были новинки Международного издательского дома осознания Подробнее с ними вы сможете познакомиться на сайте мидосознания или самотека.су Издательство Радович Прописи по древнесловенской буквице Часть 2 Автор Георгий Левшунов Иван Царевич В связи с наступлением на сказочной Руси эпохи Волка Времени правды, культуры и образования Надо снова обратиться к вечной мудрости древнесловенской буквице Для открытия внутри себя глубинной книги, спрятанной сейчас за семью печатями В семи строчках нашего родного языка Современным людям, родившимся и получившим образование в эпоху Лисы Время кривдо и обрезанных, как волчий хвост, знаний Когда вместо 49 буквиц известно про 33 буквы Надо снова повышать свое образование через изучение и написание всех 49 ключевых образов родной культуры Правописание, чистописание и числописание буквиц Поможет структурировать и упорядочить свой внутренний мир И вновь научиться ткать божественными узелками древнесловенских буквиц Свою счастливую судьбу с катертью-дорожкой Приглашаем добрых молодцев и красных девиц Подтрудиться над изучением родного языка Приобщиться к народной мудрости И влиться в природную красоту древнесловенских буквиц Георгий Сидоров Этнопсихология народов бывшей Тартарии Из века в век русские поселенцы жили рядом с коренным населением осваиваемых территорий Как правило, жили не только в мире, но и в дружбе И взаимо обогащались в процессе общения Это было бы невозможно без взаимного уважения, без почтения к традициям друг друга Без понимания национальной психологии Однако то, что хорошо известно и понятно русским старожилам Для подавляющего большинства окажется откровением Русский, волею случая оказавшийся среди якутов, эвенов, тунгусов Попадет в этнокультурную и этнопсихологическую среду Которая настолько же похожа на привычную ему Насколько и отличается от нее Органично войти в этот мир Можно только обладая Определенным запасом знаний И умением наблюдать и обобщать В книге раскрыты наиболее яркие черты менталитета народов бывшей Тартарии Особенно ценно, что доступно изложенные теоретические положения Автор подкрепляет живыми увлекательными примерами Это своего рода справочник для всех тех Кто хочет лучше понять своих ближайших соседей Особенно полезна она будет лицам, принимающим решения Ведь любое действие, влекущее за собой серьезные последствия Должно быть основано на глубоком понимании того, что складывалось веками Веры, представления о мире, о человеке в нем, морали, традиции Вот что пишет автор Данная книга по этнопсихологии народов, населяющих бескрайние просторы Сибири и Дальнего Востока Была написана для того, чтобы люди, которые с ней познакомятся Могли увидеть и понять то, что обычно скрыто от простого обывателя Разницу коллективного сознания различных этносов Дело в том, что ни один этнос Сибири, включая и родственные, близкие по культуре народы Никогда не задумывался над тем, что заставляет его представителей В различных жизненных ситуациях поступать так, а не иначе По ширине охвата материала и по практической ценности данная книга уникальна Многие факты и умозаключения, имеющие практическую ценность, представлены в ней впервые Книга напечатана в авторской редакции Юрий Медведев «Русь древнейшая» «Русь великая» в картинах Бориса Ольшанского Вот, что об этой книге пишет Андрей Шахов, директор издательства «Радович» Для меня большая честь способствовать выходу в свет этого замечательного альбома На его страницах мы соприкасаемся с вечностью Пройдут столетия, и потомки забудут многое из того, что кажется столь важным сейчас для нас Но будут с благодарностью помнить удивительные творения великого русского живописца Бориса Ольшанского Образы, созданные Борисом Михайловичем, пробудят к видению прекрасного миллиона людей во всем мире И они захотят затем воплотить собственными руками эти образы в своей жизни Так начиналось пробуждение Великой Руси Наверное, так напишут в будущем наши благодарные потомки И в этой вечности все будут помнить, что у истоков великого могучего потока под названием «Русь» Стоял наш современник Борис Михайлович Ольшанский И все мы тому живые свидетели В ближайшее время в издательстве «Радович» ожидается к выходу книга Александра Хиневича «Путь к истокам» Книга 4. Иная суть Фантастический цикл «Путь к истокам» рассказывает о невероятных событиях и приключениях, произошедших с нашими современниками С военным пенсионером Станиславом Ивановичем и его близкими друзьями Волею судьбы, оказавшимися на древнем космическом корабле-разведчике Принадлежавшем одному из кланов древней галактической расы Джаре От автора Уважаемый читатель, вы держите в руках четвертую книгу из серии «Путь к истокам» Мне очень приятно было узнать, что литературный жанр фантастика с иным мировосприятием Обрел своих многочисленных сторонников Как многие читатели уже поняли, этот жанр отличается от обычной или научно-популярной фантастики тем Что почти все описываемые в книгах события воспринимаются как объективная реальность Даже если все сюжетные действия происходят в далеких глубинах космоса или в мирах за грани восприятия В четвертой книге добавлены несколько глав с философскими размышлениями Думаю, что они будут так же интересны, как главы социально-приключенческими сюжетами Иное мировосприятие помогает читателям взглянуть на любые описываемые события с иной точки зрения Чтобы получить наиболее полную информацию о том, что они знали раньше Сегодня я рассказала вам о новых книгах, которые вышли в мир людей и непременно найдут своего читателя Лев Толстой сказал Читать всего совсем не нужно Нужно читать то, что отвечает на возникшие в душе вопросы Почаще заглядывайте в книжные лавки Черпайте мудрость и добро Книга по-прежнему наш лучший друг С вами была Баяна С нетерпением жду нашей следующей встречи Книжная лавка Программа о новинках литературы Если в жарком бою испытал, что почел Значит, нужные книги ты в детстве считал Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok